Я заберу зелёный. Или жёлтый, блядь, попробовать выбить. Бля, пацаны, я не знаю! Намного сложнее, чем я думал. Ебать колотить! Красота-то какая, не писаная! Какой там нахуй лайк? Пойду тратить даже! Всем привет, братья и сёстры! На связи отец Ивгин. Здорово, отец. Давно мы с тобой не снимали видеоролики по фрифайеру. Давай-ка исправляйте ситуацию. Прожми мне лайк и погнали смотреть. Я уверен, братик, ты в курсе, что совсем недавно во фрифайере добавили новый оружейный инкубатор. Вот они, красивенькие, сочные, красненькие, золотой, зелёный и белый. Секс, просто секс. Я около трёх месяцев ждал, чтобы их добавили в игру. И вот они, наконец-то, передо мной. Короче, я задонатил в игрульку 2500 алмазов. Вот они у меня на счету. Прямо сейчас с тобой мы будем выбивать дробовики. Совсем недавно в своей группе ВКонтакте я делал опрос для подписчиков, какой из дробовиков не выбивать. На ваших экранах прямо сейчас показано, как распределились голоса. Мольшинство подписчиков голосует за зелёный дробовик. Лес конца света он называется. У него по характеристикам дальность и скорострельность, но минус перезарядка. На втором месте у нас солнце конца мира. У него скорострельность и перезарядка, но минус магазин. Как мне кажется, минус магазин это один из самых больших минусов у таких оружий. Попытаюсь объяснить почему. Очень часто в перестрелках у меня бывает так, что мне не хватает патрона. Допустим, на меня летят два врага. Одного я так, бам, выношу, а на второго не хватает патрона. Поэтому мне кажется, что красный не стоит выбивать. На третьем месте у нас золотой, жёлтый и на первом тьма белый. Короче, голоса разделились вот так вот. Большинство голосует за лес. Я честно отдаю своё предпочтение золоту. Но, как сказал один очень умный человек, о вкусах не спорят. Золотые слова. Кто это сказал, я в душе не ебу. Давай начнём выпивать. Начнём пока, наверное, по одному. Посмотрим, что вообще из этого выйдет. Ещё разулю. Ещё разулю. Бля, ну кому? Вы чё, издеваетесь? Да, хорошо. Тактика по одному не работает. Давай сразу по 200. Ну неужели, ёбаный врод? Так, ага, чертёж есть. Но мне бы, конечно, ёбаное яйцо эволюции. Камон! Игра! О! Алмазы улетают просто со скоростью света, пацаны. О, супер! Так, у меня есть три камня эволюции, два чертежа. Я, в принципе, могу прямо сейчас уже забрать зелёный дробовик. Большинство моих подписчиков голосовали за этот дробовик. У меня остаётся 748 алмазов. Я могу, конечно, сейчас попробовать выбить два камня эволюции и забрать золотой. Но все мои подписчики, огромное количество моих подписчиков, голосовали за зелёный. Блин, и тот, и тот на самом деле крутой. Так, давайте рассуждать логически. Какие плюсы у жёлтого? Урон. Мне кажется, это охрененный показатель. Две галочки урона, это прям одна тычка и труп. Он практически как двухстволка получается, правильно? Так, урон, дальность, минус точность. Давай посмотрим, какие показатели у нашей двухстволки. Потому что если они одинаковые, то зачем мне нужен этот дробовик, если у меня уже есть двухстволка, правильно? Урон, точность, минус дальность. Нет, по показателям они разные. Так, 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 так. Это, блядь, оказалось намного сложнее, чем я думал. Урон, дальность, минус точность. Ну, по сути, блядь, один в один как двухстволка. Только единственное у него урон побольше, чем у двухстволки, правильно? А у этого дальность, скорострельность. То есть он как автомат, и можно на большие расстояния психуярить с ним. Короче, я думаю, что всё-таки я прислушиваюсь к мнению своих подписчиков. Тысяча человек, ну не будут же тысяча человек хуйню советовать, правильно? Вот я понимаю, вот эти 105, блядь, они хуйню посоветовали. Выбить белый, ну, блядь, хуйня. Ну что там у белого? А магазин урон перезарядков. А 895 человек, они, блядь, красавчики. Поэтому, пацаны, я заберу зелёный. Или жёлтый, блядь, будет работать в игре. Блядь, не знаю. Ладно, пизду, уберу зелёный. Поехали. Вот он, мой новый красавчик. Мощь, мощь. Сейчас мы его с вами затестим на тренировочке. Ох, как же я люблю, когда новые пушки добавляют в фрифайл. Ё-моё. Реально охрененно ощущается скорость прям. Короче, что я могу сказать. Из всех четырёх дробовиков, что нам представили в новом инкубаторе, этот зелёный, который я забрал, самый топовый. Ребята, которые в голосовании в моей группе выбрали зелёный, вы красавчики. Вы прям реально, вы шарите. Скорость ощущается, играть с ним намного легче. И мне кажется даже, что он может в лёгкую конкурировать с попугаем. Вот такой вот интересный видосик у нас с тобой получился. Пиши в комментариях, какое из четырёх дробовиков нравится лично тебе и почему. Мне будет интересно почитать твоё мнение. Ставь лайк, если видеоролик тебе понравился. Подписывайся на канал, если ты до сих пор не подписан. А я прощаюсь с тобой. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok